Сайты вы даете, давайте Лоски расскажет пока время, есть еще. Да ну, понятно то, что OG немножко сильнее вот именно на данном этапе, и по героям как-то смотрится более стабильно. Если мы будем сравнивать просто лайнапы, то мне больше игроков нравится OG, то есть допустим Watson, но точно слабее у нас Yuragi, да, то есть BZM в миде точно сильнее, чем Штурм Штормер, Тоби вообще это отдельная история, мне очень не нравится, как он начал этот сезон, поэтому, ну то есть опять же, у вас пришел Дэм, который просто поставил, ну не то, что поставил игру, а максимально быстро влился в коллектив, не боится пикать себе в первой стадии героев, да, которых мы видели там, по-моему, в ДП, в первой стадии 2 или 3 раза у нас была на прошлых сериях их, поэтому OG, OG как бы номинально сильнее. Да, но по сапам, на самом деле, я бы сказал, что Котаоми и Фишман получше исполняют, чем Тайга и Гиша. Котаоми мне больше нравится, чем Тайга, да, согласен. Сто процентов. Ну, давайте мы немножечко прыгнем все-таки уже в наши драфты и первую карту, потому что здесь Лина, которую забрали, чтобы не отдавать Yuragi. Нет, я даже больше тебе скажу, Лину забрали, потому что они тоже на Лине играют очень неплохо, Ватсон, как говорят многие, опять же, в мету даже вел ее, потому что в паблике, наверное, один из первых, или, может, даже первый начал играть именно на позиции Керри на Лине. И, то есть, по вот этим опенингам, мне кажется, у Entity все гораздо круче. То есть, я вот эту Энигму сейчас вообще не понял на даблпик с Тинни. И, например, почему Тинни, когда есть тот же Клокер, например, который, опять же, вот против Лины гораздо лучше заходит в роликейме. Это заготовка, это сразу видно заготовка, у них есть план отдать Лину и взять вот это. Короче, ребят, я смотрел игру Gaming Gladiators против Entity, и Entity пытались закрыть Лину как раз-таки Энигмой. И у них это получилось, они очень сильно сбили темп Лине, однако там Тоби решил вместо БКБ и Рефрешера на Энигме взять Пайп. Да, и выглядело это неуместно. То есть, в целом, это может работать, опять же, тут зависит от того, какой кор будет у OG. Не знаю, но это дефолтная игра против Энигмы, то есть, очень многое зависит от саппорта, насколько он будет вообще выпуливать и прочее. То есть, всегда можно себе сделать так, что у тебя будет маленький спот X2 за стакан, ты выпуливаешь и ты просто пачку сольешь. Энигма у тебя там хавает два крипа за минуту, а там ты просто сливаешь всю пачку, да, буквально за 15 секунд. То есть, и Лина это такой кор, который всегда может подойти, помочь, чтобы там вражеский саппорт условно не бодиблочил тебе этот маленький спот. Так что я считаю, ну, как бы против Энигмы Лина очень даже играбельно, те же Идалоны быстро формятся, но и в целом, то есть, опять же, активно сильный кор, который может спокойно стоять. На третьем уровне Энигмы кинуть в Идалонов Лину, она умрет. Все так. Смотря от саппорта, какой будет. Типа, ну, вы просто забываете, что там есть какой-то саппорт, можно взять милищника плотного, который пойдет вообще в соло, сможет для игроков играть. Ну, ондайнг тот же. То есть, его забанили сейчас, я понимаю, но просто, я говорю, как бы саппорт, который первый приходит на умни, ну, опять же, можно взять Клакверка какого-то там. Клакверк не помогает. ДП можно взять пятерку. Ну, то есть, милищников, как бы, пятерок достаточно сильный. Условно, Рубик может откинуть Тинни, когда тот засыпал Лину и бежит на нее. Смотрите, ДП пятерок, а, нет, уже нет. ДП-дП. Но вообще она была хороша, потому что она и на линии сильная с Линой, и, соответственно, контрил бы Энигму, потому что это бэкхолл дать сложно. Нет, кстати, Саленсер — это очень сильный пик. Саленсер, да. Против Рубика, то есть, Энигма может даже без БКБ здесь играть. Просто купить даггер, прыгнуть, нажимается глобал, все. Ну что, нам надо кора брать, по сути. Сларк либо Урса остались у нас. Урса хорошо работала, да, против Лины всегда, по-моему. Что еще у нас есть? Войд, наверное, слишком жадно, будет много КД-кнопок, да, какой-то? Да, Влад, нет, Влад не подходит. Сларк? Сларк, Урса и, наверное, Афурион в бане. Да зачем пока пикать керри, ребят? Вы же не видите оффлейнера. Снайпер против Лины, как вам? Потому что очень часто мы это обсуждали на утренней аналитике в Юго-Восточной Азии. Снайпер против Клака вообще мне не нравится, честно говоря. Лина врубает БКБ, просто идет и бьет снайпера. То есть, ну, тут проблем никакой нет. Тут проблема больше в том, что, опять же, керри сейчас не хочется открывать. Ты видишь мидера, и ты хочешь взять непосредственно мидера, то есть, закрыть как-то инбокера. И тот же Шторм Штормер на инбокере это супер сигна. Мне кажется, вот просто сейчас энтити играют драфтом, который вот супер для них комфортен. Ну что, можно взять Эмбера даже, учитывая, что инбокер... Нельзя, бро. А кто? Войт Спирит? Остался Тускар неплохой, мне кажется. Тусик, да, Тусик здесь хорош. Но его Клок, в принципе, так ловит, да. Либо же добрать какую-то четверку и оставить Тинью Мид. А что, если лишь Рак? Мне кажется, Тинью Мид против Клока и инбокеру будет тяжело ему играть. Ну, да, да, по сути, да. Не двигается вообще. Лишак, наверное, не лучший драфт. Лишак тоже? Лишаку не с кем играть. Нужен герой с эскейпом, типа, вот, да, Спирита, потому что Эмбера нету, надо брать Войт Спирита. Ну, совсем не по мете, я бы сказал. То есть, пока что мне драфт в разы... Так его не ловят здесь, но его реально сложно поймать. Есть Рубик, есть Клокер. Ну, то есть, опять же, инбокер, тот же какие-то сплывки нет, Лина. Ну, все игроки, все смотрят. Появляется Слэнчка и... На космосхера можем с тобой, кстати, пойти уже, да? Они справляются вдвоем. Тут биф вообще какой-то нереально. Да, да, да. Это все скрин начинает, я ничего. Да, смотрите, просто у OG есть контр-инициация в виде сайленсера. То есть, если прыгают на Вайда, инста юзается глобал, и пока что героев, которые убьют Вайда, там, под Коги, ой, под Хокшот или под Телекинез, ну, не особо есть. Линию тоже придется БКБ нажать, ну, потому что ей надо продлевать стан. То есть, пока что, ну, в целом, Вайд не самый, не самый плохой пик. Ну, вот сейчас нужен как раз оффлейнер, который соберет либо Гривсы, либо Лотус. Я вообще реквестирую Брюмастера, потому что тут он просто может разложиться до глобала и пойти драться, дает огромный буст в тимфайте. Ну, и в целом, то есть, опять же, герой, который может собрать Лотус, то есть, мне Брюмастер тут очень нравится. И, возможно, ну, какой-то стандартный Тайд, Дарксир могут тоже здесь зайти, просто соберут Гривсы и дадут вот этот тимфайт. Дарксир, кстати, очень хорош здесь, потому что он собирает Гривсы, во-первых. Во-вторых, с Клоком пойти, да, например, можно поставить Рубика Лину, потому что Клок особо не помогает на этой линии против Тини. Ну, что он там делает? И он же просто тоснул в крипов, и он умрет, по сути. Да нет. А Рубик как раз-таки выкидывает, ну, из-под Веланча, мне кажется, они так сделают. И Дарксир с Линой это очень сильно, то есть, несмотря на то, что там Тини, да, но выкидывает эту Лину. Суть-то в том, что ты на Клоке тоже не стоишь АФК, не ждешь, пока твою Лину выкинут, обойдут или еще что-то сделают. Ты либо дерешься с Тини, да, либо там пулишь и говоришь Лине играть с Вова, потом вытягиваешь Лину на себя и уже стоишь нормально. Либо сам заходишь в спину в Энигме и уже сам первый начинаешь драку. То есть тут опять же скилл матчап, то есть как кто лучше сделает. То есть опции, конечно, у команд есть убивать друг друга на этой линии, но вот опять же все зависит от исполнения. Да, я с тобой согласен абсолютно. Ты сломал систему получается, да? Для разнообразия. Сейчас он сам собой не согласится. Да, и вот, кстати, остается брюмастер, банит Ликана ОДЖИ. Типа думаю, что такой герой может появиться. В принципе, тоже очень хорош, тут был по темпу, потому что ОДЖИ, как ни крути, долгий драфт через Сайленчер и через Энигму. Тинни, который будет на четверке там фармить, стоять даггер. То есть пока что активный только есть Гоид Спирит. Да, Ликан абсолютно крутой бан, потому что ты на Сайленчере просто не можешь в Доту играть. Энигма тебе никак не мешает играть в Доту на Ликане. Просто ходишь и ломаешь вышки. Так что да, и два хороших бана на самом деле у нас и Атентити. Ну, очевидные два кора, которые могут перебить Лину. Такое чувство, как будто бы на Вайда все больше и больше намекают. Спектру можно взять, но долгий опять же герой. Вот у ОДЖИ дисбаланс будет и так, потому что есть Сайленчер и Энигма Тинни, и долгий герой. То есть хочется, по сути, взять активного кора, чтобы как-то баланс сделать. Потому что Энигма может без БКБ сыграть, он может даггер первую шматку купить. Нет, я думаю, тут все-таки Лина БКБ соберет, когда он меня будет там глипнир или просто достанет. Он в Лину должен давать бэкхол. Просто бэкхол Лину, глобал, и неважно, какой у тебя там кор, долго ли он фармит, спектра ультует условно, и все. Мне кажется, спектра здесь реально бест. А кого еще просто? То есть Вайда ты возьмешь, ты будешь реально фармить, этот войд будет там... Нет, Вайда нельзя брать, у тебя нету дэмэджа ухрана. Как бы я жду спектру, я понимаю, что она хороша, я поэтому ее и предложил. Но просто суть-то в том, что у Энтити тогда появится окно задавить ОДЖИ, и тут уже будет у нас как бы игра как будто на таймере. То есть либо же Энтити там выиграют за минут 25-30, продавит ОДЖИ, либо ОДЖИ уже уйдут в лейт, и у них будет и Энигма, и два глобала условно, и спектра, и тогда уже сложно будет Энтити. В любом случае, опять же, сейчас пока что у Энтити нет какого-то жесткого лейта, да, есть Лина, в принципе, инвокер, но против героев ОДЖИ это не те лейткоры, которые ты хочешь вообще иметь по игре против таких. Просто как какую-то ловушку заводим ОДЖИ по пику хора. На самом деле я вот вижу Рубика, да, если это будет Каталомина и Рубики на четверке, он может собрать грифсы, например, да, и скидывать с себя Гобу, воровать Блок Холл, например. Или ЛЦ, ну ладно, ЛЦ не будет собирать грифсы, это только в сказках я вижу. Это только Вася Афтерлайс твой, да? Да. Ну да, тут, кстати, ЛЦ, этот вообще, мне кажется, руинит драфт полностью Энтити, не тот герой, которого мы заслужили против Глобала и в целом против драфта ОДЖИ. Либо они выиграют все линии и затемпят, либо тут уже сложно будет. Опять же, если сейчас появится спектра, мне кажется, большие шансы будут у ОДЖИ, если они доживут до 30-й минуты. Ну просто явно же должны понимать, как они будут против этой спектры играть, она же, если напрашивается вот так всем в лоб. Спектра на лайне вообще тут не постоит, Саленсер, ну вообще ничего не сделает этой линии. Рубик его перебивает, есть ЛЦ, который просто стоит в пачке крипов и бьет спектру, вот Ланай уже получше, кстати. Мне наоборот, она меньше гораздо нравится. Ну а на лайне тоже тяжело будет, ну то есть Саленсер как будто бы автолуз линии, как будто бы, нет? Все зависит от пулов, все зависит, насколько вообще Саленсер сможет пули, будет ли, ну темпларка мне очень не нравится, я не знаю, почему она появилась тут, она не дает какой-то там лейт игры, по сути, да, ну плюс-минус активный корр, она не жадная, собирает там дезолятор, может сразу пойти Рошана, пойти драться, но в любом случае у Энти мне драфт сейчас начал нравиться больше гораздо, чем у ОДЖИ. То есть только что Легионка его испортила, но темпларка сделала его лучше, да? Еще больше испортила просто. Смотрите, я как думаю, есть Безиэм, есть Шторм Штормер. Шторм Штормер, конечно, играет на инвокере, но Безиэм просто на 5 голов выше по скиллу, чем Шторм Штормер. Неважно, какой герой у него. Поэтому мне кажется, ОДЖИ здесь просто, ну, должен выиграть. Короче, смотрите, Энигма сбивает темп Линя, темпларка набирает намного быстрее свои айтемы, ну, в целом, да, то есть чем Лина. И у нас получается в мидгейме темпларка, драгонлендс, дезолятор, БКБ, у Лины будет максимум 1-2 слота. И я думаю, что Энигма как раз-таки должна задавить именно темпом. Так что я за ОДЖИ. Давайте узнаем результаты голосования наших дорогих зрителей. Чатик все... Вау! Это серьезно? Скрина уважают просто очень сильно. 50 на 50. Уважение. Это вообще как так? Чатик сегодня дает надежду всем фанатам Энтити, друзья, но выяснять, удастся ли реализовать все свои задумки или нет, мы будем вместе с нашими комментаторами. Адекват, Мантис, вам слово. Спасибо большое нашей студии аналитики. Возвращаемся в прямой эфир, друзья. Будем смотреть матчи Европы, ОДЖИ Энтити. Все матчи невероятно важные, классные. Почему? Потому что, собственно, и та, и другая команда все еще претендует на поездку на мейджер. А коли так, значит, нужно выигрывать. Драфты норм, не норм? Ну, у Энтити все сигнатурное, что мне нравится. Все сигнатурное. Даже это ЛЦ, это все равно сигнатурочка. Тоби. Конечно. Да, ну, Лина от Ватсона это понятно, Шторм Штормер тоже понятно на Линдокере. Темпларочка, да, закрывающий драфт от ОДЖИ. Я сразу такой, так, темпларку мы видели, она вроде нечасто появлялась. Показывали, показывали ребята из Ликвид позавчера против Нигмы, как они этой темпларкой контрили Лину. Ну, там, собственно, что хочется сказать. Там Ликвид против Нигмы играет. Там контрить можно было Лину всеми возможными способами. Но здесь интересно, что ОДЖИ это подхватили, пробуют реализовать против Энтити, друзья, коэффициенты от нашего партнера Бэтбум 1.6 на ОДЖИ 2.3 на коллектив Энтити. Не забывайте про баннер под трансляции, кликайте на него, переходите на ресурс или скачивайте предложение, используйте при регистрации промокод DPC. Это даст вам 100% на первый депозит. Так вот, перед стартом еще серии смотрел, коэффициенты там вообще были разгромные. Все говорит о том, что ОДЖИ должны закрывать чуть ли не 2.0. Ну, посмотрим, посмотрим, попробуют Энтити опровергнуть, да, все вот эти вот аналитические выкладки. От людей, от наших аналитиков в том числе. Все ОДЖИ практически поставили. Да, пошла у нас драка за руну, в итоге у нас 3-1, уже Энтити немножечко, но впереди Юраги больно. Юраги сам делает тоже больно с Милда, но подходит Миша, ой, он там заблочился, все-таки одну тычку смог кинуть. Я тоже всегда считал, что темпларка хороша против Лины тем, что она не уступает по темпу. Она берет дезолятор, блинк, и блинкуется, ну, понятное дело, дает тычку с Милда, а у Лины-то нет армора, Лине очень больно. То есть в этом всегда была, ну, то есть суть именно матчапа Лины в темпларку, при том, что Лина даже выигрывала мид, потому что ей удобнее, она больше там, Микрила, она больше пробивала темпларку, но, как только ты покупаешь блинк дезолятор БКБ, игра резко меняется. Потому что на Лине, ну, невозможно просто взять, купить себе плейтмейл. Можно, но не хочется, обычно такие шмотки не приобретаются на Лине, как-то, да, просто не хочется. Ой, винрейт, что-то не очень хороший у наших мидеров, пока 40% безема на Войтспирте, 44% у Шторм Штормера на инвокере. Выборка, правда, игр тоже не очень большая, но, тем не менее. Мне сейчас понравилось, пока вот мы с тобой обсуждали, центр нам демонстрировали, Войтспирт красиво переигрывал инвокер по крипстату, там, как-то блочил с собой крипа, чтобы санстрайк разделил дэмод, чтобы сданать ранжевика. Безумно круто было. Ну, наши аналитики отметили, что все-таки мидер Безем, да, он, скажем так, на 5 голов выше, чем тот самый Шторм Шторм Штормер. Ну, на 5 преувеличение, да, ну, ну, наверное, хотя вот есть какие-то жесткие сигнатурки, ну, в частности, инвокер от Шторм Штормера. Так ли он будет смотреться блекло на фоне Безема на Войтспирте? Что, откуда вообще этот Войтспирт? Почему это стало так много? Почему мы сегодня наблюдаем за этими Войтспиритами? Не было же вообще на старте ДПС. Ну, да, было всего парочку. Как будто мы не самый методовый герой, наверное, его подфиксили. Местами им стало сложно играть, да, возможно, какие-то герои появились с пулей, против которых он ничего не делает. Но берут его как контру каким-нибудь паком. Ну, вот мы взяли его против инвокера. А почему нет? Наверное, матчап в миде довольно равный, да, ну и по игре он себя может реализовать. Очевидно, что нужен был активный герой для OG. У них есть Энигма в оффлейне, есть Эмбарка на Изи, да, то есть играть кто-то должен. Играть кто-то должен вместе с Тинни, вместе с Санисером. Санисер, ну, тоже не сказать, что активный герой. Он поможет глобалам, но вот именно демиджа, именно того, чтобы там синициировать застань, он этого делать не может. Поэтому, в принципе, очень интересно, как здесь будут подключиваться именно Эрентити. Ватсон в топе, у Ватсона все круто, нападение было у нас на двух лайнерах, так говоря. Контакты есть пока, да, там Миша пытается отстреливать что Тоби, что Катаоми, там дебафы для того, чтобы спокойно качалась темплар Ассасин к Юраге. Говорили аналитики наши еще в том числе о том, что Лину должны перетемповать, задавить за счет того, что Энигма стоит и вроде как, ну, должны мешать, да, фармить Ватсону. Объедаем хрипов. Но нечто подобное пока вообще не случилось. Вот этот тос хороший, Фишмена выкинула под вышку, ставит Коги, 100 на трины по двоим здорово, но здесь не с целью убить, а с целью Фишмена защитить. И хорошо, все получилось. Подставился Фишман, но при этом не было даже Ферст Блата, хотя вот сейчас он будет бит, он будет хилиться, да, то есть импакта пока что на линии от него немного, и это на самом деле напрягает, потому что сразу же поетел, видимо, Ватсон, ему больно, но не хватит дэмэджа. Но опять-таки он стоит битый, стоит битый, а у нас Ферст Блата от Тоби. И только что мы смотрели, что все были битые на боте, и каким-то чудесным образом здесь погибает Ниша. Миша. Миша. Ниша бы не погиб точно. Ниша бы точно. Миша может погиб, но Ниша не погибает никогда. Тем более на бот-линии, что он там будет делать? Да, да. Если Ниша оказывается на бот-линии, он только убивает, он не умирает, это 100%. Да, здесь подставился Миша, но он слишком прям агрессивно играл против двух вражеских героев, ушел в контакт, стрелялся с ними, хитался и где-то подставился и погиб. Для ЛЦ, мне кажется, это прекрасно. Для меня ЛЦ, герой на третьей позиции, не самый сильный, но я его как-то не особо котирую высоко. Мне кажется, что он слишком быстро выпадает из игры, если перестает получаться выигрывать дуэли какие-то. Ну, как-то медленно фармит, надфорос зарабатывает медленно по итогу. Ну, дуэли штука такое, да, не факт, что ты их выиграешь, даже если ты будешь их эффективно использовать. Не знаю, ЛЦ мне не очень нравится. Ну и тем более соперник видит, что ты берешь ЛЦ, да, то есть компетитив, если ты видишь ЛЦ, то ты не ходишь по одному, ты не подставляешься, нигде ты глупо не умрешь. Будет у нее дэмэдж какой-то, конечно, да, будут дуэли, какие-то шмоточки, но ты ее не напитишь, так как матчмейки, а у нас все-таки еще один фраг на фишмане, наконец-то убили в топе, и дэм начинает потихонечку камбэкаться на линии, потому что у вас на там 22 на 6, но, как отмечали наши аналитики, после, наверное, уровня третьего, Энигма уже немножко начинает объедать, ниши, миши больно, ой, началось, еще раз умирает. Да, отмечу снова не ниша, друзья, миша, погибает снова миша. Саппорты страдают в пятой позиции, как-то не получается хорошо выстоять линию, в спину заход от Айги, Валанч, ну-ка, тоснем куда-нибудь, не, колдснэп, а тут фишман пришел, тоснем в итоге фишман, ой, какой неудачный тос, он же двоих закроет здесь, у Тайги не спастись, и Безема еще немножко покоцает. Так себе выход от Тайги, готов был фишман, молодец, был телепорт, пришел, помог, здорово. Ну, инвокеру темп не хочется сбивать, инвокер у нас какой вообще? Хороший, нехороший? Хорош, конечно, хорош. На самом деле это был байт, потому что класс фикс тоже хороший, ну, просто, просто здесь классный взор конкретно, и ему хочется быстрее мета скупить, поэтому нужно не умирать на линии. Ну, фишман, получается, пришел и встал на мид, молодец, молодец, отлично разыграл, и мы видим в боте все-таки погибает у нас Рубик, но Миша опять-таки битый. Вот первая смерть, ничего страшного, потому что ты быстро прилетел, все ресурсы восполнил, плюс он принес власочку сразу подклюл Юраги, да, то есть ничего страшного там нет. Вторая, это уже на самом деле не очень приятно. Сейчас ему стоит быть немножко аккуратнее, потому что можно нафидеть. Ну, и заметь, пока что Лина себя чувствует хорошо, то есть я немножко Глорию, конечно, за Ватсон, все-таки мой земель, я знаю, что это у него сигнатурный герой, наверное, один из лучших, причем на этом герое он может носить импакт, ну, то есть включится он, как мне кажется, даже пораньше. Бонус, друзья, 100% от нашего партнера Бэтбум включается всегда с нулевой и действует до конца, друзья, поэтому используйте его, кликайте на баннер по трансляции, 100% бонус на первый депозит при использовании промокода DPC при регистрации. Полетел опять Фишман, но в этот раз обошлось без фрага. Опасно, опасно играть, но он и должен так играть, потому что если он не будет так играть, то под Тауэр будет лететь, то, конечно же, Лина. Слушай, я что-то не понял, я вот это вот, значит, приходит Энигма, объедает Лину с третьего уровня, есть ощущение, что вас тут плевать на все вот эти вот аналитические выкладки, и он просто в топ над ворс? Ну, слушай, просто суть в том, что на Энигме нужно еще получить этот третий уровень, желательно купить арканы, получить пятый уровень, и потом можно начать объедать. А до этого все-таки ты не объедаешь, потому что Лина забирает все. Клево. И они живут. То есть на пятом уровне он начинает объедать, Алина уходит в лес, начинает с фрифарма с легкой линии, потом в лесу фармить. Конечно. Пока Энигма объедает на верхней линии, я правильно понимаю? Все верно. Ну, я думаю, что звучит как план, это должно получиться. При этом, смотри, OG поставили сразу ворды, как раз-таки, в вражеский лес. Видят они аутпост, заранее подготавливают сетапы, да, под Лину, потому что есть шестой. На войс впереди, как только Лина уйдет, я уверен, что сразу же будет моментальный какой-нибудь смоуганг в Лину, потому что они ее видят, и они должны ее там ловить. Ну, то есть OG подготовились к этой линии прям основательно. Ну, видно, видно, да. Пока видно, как они готовы к этой линии. Я все жду от Энтити, я жду ЛЦ, я хочу комбинацию простейшую в реализации, ну, не простейшую, может быть, в инициировании посмотреть. Это дуэль под, собственно, Санстрайк. Это же должны клепаться фраги, по идее, правильно? Целей здесь хватает, я думаю, темпларку мы как-то можем пробить. Ну, там, не сразу Санстрайк кинуть, сперва через дуэль, там, пару ударов от ЛЦ, рефракшн забьется, потом Санстрайк, ну, как-то так в тайминг. Ну, а Саленсир, вообще, одно удовольствие выбивать. Как вот Тоби, кстати, играть здесь? Ну, что тебе нравится? Гривсы, Блинк, Фаст, Армлетт, что такое Тоби вообще в этой игре? Какой билд? Сложно сказать, что он здесь должен покупать, потому что такое ощущение, есть у нас фраг на Фишмане, все-таки добили его, Ватсон стоял под вышкой. Есть ощущение, что OG, они в какой-то момент просто соберутся, они возьмут Аегис, у них будут гривсы, они пойдут. Ты смотри, статистика. Интересная статистика. На сигне, я считаю, 4 игры, 0% минрейт. Ну, это смелое решение, характер у человека имеется, ну и, знаешь, когда-то же надо статистику исправить. Согласен, согласен. Возможно, вот сейчас, но, знаешь, сегодня статистика, как нельзя кстати, да, она, в принципе, работает практически всегда, практически весь день, но, мало ли, исключения бывают. Есть у нас хорошая руна Овать Спирита, это руна волшебства. Беземгует, ребятки, я готов. Сейчас у него, наверное, приедет какие-то... О, дуэль. А, есть дуэль? Есть дуэль. А дуэль бахнуть? Нет? Не захотел. Ну, был сострайк на самом деле. Ну, не знаю, хватило бы, не хватило дэмэджа, но как будто бы можно было попробовать. Ну, такой, да, вот подобраться как-то вражеским героям, так, чтобы, видать, дуэль хорошая, тяжеловато. Беземг готов ганг, не шубка того, не подвышка прям ныряем. Так, прыгай, бремен, ставим, попадаем, еще и Миша помогает. Произоатак? Бафнуть хотим, Тоби? А, что-то, Тоби? А, у него нет, бафа. Без атак. Вот именно. Такого вот забрал, вот и пассив. Ну, агрессивная игра от него, у нас, это говоря, в Тоби. Погибает, опять-таки. Пишман, ну и что-то вот все-таки знают ООДЖИ, потому что сейчас появляется блэкхолл, и, по-моему, Диэм хотел, но не дотянулся. У Диэм, кстати, все очень даже неплохо, хоть, ну, нетворс не самый большой, это 3000, но хороший уровень, на самом деле, все, что нужно для разгона, у Энигмы имеется. Самое главное, что они делают фраги, а когда умирает пятерочка, то и Керри стоит и боится. Мы видим, что Ватсон уже уходит, лист нападения в миде, очень больно. Здесь Штор Штормеру не успевает Миша, а у него и сплот, в принципе, больше-то и нет. Ну все, на этом. Откинули без Диэма, чтобы не добрался до инвокера. У Диэма, да, старт неплохой, я только единственное, что за него переживаю, как за исполнителя блэкхоллов. Ты играешь на карте против двух самых неприятных, одних самых неприятных саппортов против Энигмы, это Рубик, который блэкхолл ворует, и Клокфер, который блэкхолл сбивает с огромнейшей дистанции. Поэтому кастовать блэкхоллы, это, наверное, не про эту карту вообще, да, как-то не получится. Хотя можно с глобалом, наверное, совместить. Вот с глобалом есть варианты. Блэкхолл и глобал одновременно. Но тоже нужно поймать момент. Поэтому Энигма здесь как будто не про блэкхоллы, а про ауры, да, про поддержку команды, про саму возможность дать блэкхолл, пугать соперника, да? Конечно, про темп, мне тоже так кажется, потому что будут они забирать скоро вышечку сверху, рошанчика, возможно. У нас есть контроль рун, в топе, получается, у нас лежит руна, который контролит тайга. А это инвиз. Штормстормер забирает здесь Мишу, ну, хоть какой-то фраг они сделали, потому что вот так вот стягивается тремя саппортами, не контролит руну, да, ничего не забирать, это плохо. Как раз-таки, к слову, я думаю, что вот иногда на Энигме как раз-таки нужно сделать ставку не на блэкхолл, вообще про него. Ну, просто можно забыть, играть, как будто бы ты играешь без него, ну, или же пытаться им делать соло-фраги, то есть пришел, как Иксар, да, ультанул, закомбинил с кем-нибудь, или просто вывел Эдалонов, убил, дальше обязательно дал какой-нибудь станд крипа, и все, твоя миссия выполнена, дальше можно спокойно найти, фармить или коннектиться с командой под вышки. Инвокер у нас, так и говоря, с барабанами, я оценил это решение, потому что мне показалось, что будет жар, если инвокер еще будет фармить Медаса и выпасть из игры, то мы видим, что легионка покупает Блэйд Мэйл, а кто будет в золото играть? Так, вот у нас где-то был референс хороший на бойда... ой, на инвокера с быстрыми барабанами. Сейчас я вспомню, пока посмотрим момент, Безием просветку получает, Котовым идет гнать, Клокверка уже где-то потеряли, Юраги сделал фракт на Теплар Ассасин, гонит Безиема, но там есть и Астрал Степ, и бить нечем разворот еще какой-то от Безиема, интересно, вот, получается Курьер. Курьера потеряли, а там перчаточка для Штурмстормера была. Он, кстати, я так понимаю, себе еще пока Медасик не приобретает, денег не хватает. А, все, вспомнил. По-моему, это Бэтбум играли, нет? Они прям за Сноубойли пришли под каких-то пушечек героев, на инвокере, паст-парабаны, и быстро запушили, очень быстро запушили соперника. Или, может быть, не Бэтбум это было? Не могу вспомнить, но где-то я видел довольно хорошее исполнение, как раз таки с таким вот идентичным стилем на инвокере, но почему нет? В инвокере с экзортом много дэмэджа с руки. Ты нажимаешь барабаны, как раз таки Самон и Фаржи бьют больно, ты бьешь больно, а дэмэдж нужен, потому что дэмэджа пока что мало. Есть Лина, но Лине нужно дофармить. Сломали вышечку сверху, Диэм на самом деле отрабатывает, да? Он теперь занимает вражеский лес, стоит здесь с Меккой, но это сочный фраг, и по самом деле этот фраг нужно сделать. Но другое дело, что ОДжи сами мувываются под Энигму, или под Мид, нет, все-таки под Мид. Залететь, убить героя, снести вышку, такой план. Тут Катаоми всего лишь, это легкая цель для Бизема, по идее, тем более он на хосте, чем можно не париться. Но читается, да, Рубик занимает защитные позиции. Тайга уже со спины готов работать, поставил в между вышки бар туда. В общем, окучивают со всех сторон эту вышку. Будут забирать, ну и кажется, защищать энтити здесь просто не готовы. Один тавер, возможно, стоит размять. Фишман подставляется. Вот прокасты, больно Фишман. Даже ничего не нажать здесь, дальше ныряет Бизем. Ватсон даже смещается. Ватсон, а что ему здесь делать? Ватсон, отзывы пошли. Стан по Миши залетает. Ой-ой-ой, Лагуну. Лагуну. И килл, Мека вовремя, как и Ватсон может подставиться, слетайка найдет Эволенч. То, следит, не того. Эволенч, то. Ну, Рубика буду забирать, а не Лину. Лина все равно должна уходить. Не, здесь, конечно же, Энтис не готовы были драться. Произ атак, Блэк Холл. Пацан страйк. И Лина погибает здесь. Дему ничего не сделать. Тоби бегает просто с Блэйд Мэйлом, но ошибки от команды Энтиси. Защищают то, что защитить не могут, и просто гибнуть. Просто гибнуть. Фишмент приходит через Телепорт. Ставит Коги. Не самый удачный снова. Вайловленч, Тосс. Я-я-я-я, что же происходит? Это Тинни забрали. Окей, хотя бы один фраг смогли сделать Энтиси. Но потери все равно более существенные. Конечно. Самое главное, что забрали вышку, и вот мы видим OG, просто бегут, а Энтиси не готовы. Выходит Ватсон, но ты не можешь на линии выходить один. Когда сзади стоит хотя бы, ну, Клакверт, наверное, можно было бы выйти, он тебя как-то бы и подсейвил, и позицию дал. Может быть, дал бы тебе выйти, но вот стоит сзади Легионка, а она без приза за атаку, она просто стоит и смотрит. Пока что я не вижу импакта от вот этого пика Легионки. То есть это был 23, насколько я понимаю. Но, наверное, можно было бы придумать что-то более дефолтное, да, и красивое. Ну, мы накидывали там Кентавр, Тайтаут, варианты такие более стандартные, более классические, но что-то как-то решили ЛЦ, и пока, да, действительно, Тоби не отрабатывает. Купил этот Блэйдмейл, он играет без блинка, и когда он должен Блэйдмейл нажать, в какой ситуации ты дашь Блэйдмейл плюс дуэль, как ты до соперника доберешься? Одни вопросы, вообще ответов нет пока. Ну да, можно сравнить. Вот прямо сейчас на этой минуте импакт, Энигма сломала вышку в топе, купила Мекку, с этой Меккой она пришла в мид, спасла Сайлисера, заблэкхолила Лину, а что сделал Тоби? Тоби смотрел, 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 нажал свой первый спел, ну и, соответственно, потом прожал Блэйдмейл, но он уже понимал, что он там никого не добирает. Дуэли, как я понимаю, у него нет, и вроде как преимущество всего лишь 1000 у Олджи, но кажется, что их план работает, что они сейчас, на самом деле, очень сильно лидируют, и все карты у них. Ну это точно, пытаются НСТ выйти под смоками, опять-таки, обратим внимание, без ЛЦ. Бегает инвокер с медасом, с барабанами, не хочет реализоваться, но нет, нет, просто поставили центрик, нашли опс, в уражеском лесу покачаются немного. Хорошо, преимущество не растет, конечно, команда Олджи, но там, мы понимаем, сейчас будут выходы под какие-то тайминги, Вич Блэйд покупает себе Блэйд Спирит, дэмэджа стало намного больше, сейчас пробует выйти в Тоби, это будет очень важный фраг, потому что Тоби забьют тайминг на покупку блинка, Блэйдмейл, нажал, Безем не хочет кастовать, Блэйдмейл, пресс-атаку, Ти, есть дуэль, точно ли? Глобал вошел, Санстрайк не дать, ой, а может Безем ошибается? Не, Безем не ошибается, ее регенерация, есть там Мека, подставляется в итоге Фишман, он за хороший, но дэмэджа не хватает, это Мека, конечно, спасает, спасает все расклады, дуэль не реализована, ЛЦ спасли, это здорово, конечно, но, потеряет клокверка и в ответ ничего. Возможно, если был бы Санстрайк, они бы убили, но суть в том, что инвокер нажал ТП, он летел, а после того, как он сделал ТП, был прожит Глобал, ну и уже игрецы, они Мека появились, у Энигмы, ну и соответственно, мы видим, что потихонечку OG начинает снова болиться, они понимают, что у них есть аура, а у соперника ауры нет, аура хорошая, аура нивелирует большую часть дэмэджа, ну и мы видим, что они просто-напросто без препятствий начинают нападать, а мы видим, компенсанты 1.2 от OG сейчас и 4.4 на коллектив Entity, друзья, веры в Entity остается все меньше и меньше в этой карте, но пока живые ребята не сдаются, проиграют еще не так много, поэтому посмотрим, как будут дальше развиваться события, друзья, не забывайте вы переходите на ресурс BadBoom по ссылочке по трансляции, используйте при регистрации промокод DPC, опа, здорово, ракетку выкинул Фишман и нашел, нашел Тини, случайно, абсолютно образом, ну вот дуэль сейчас, ну дайте дуэль, дайте дуэль, должно быть дуэль, ну дайте дуэль, ну дайте дуэль, ну дуэль, ну дайте, ну топик говорит, ну дай, ну пожалуйста, спасибо, размочил, размочил счет, вымочил, вымочил эту дуэльку первую, наконец-то, ну хоть что-то, ну сколько там, плюс 10, так я понимаю, да? ну пока да, там дуэль на первую, ну плюс 18, плюс 18, повысили дуэль, уважаемо, ну дэмэдж появляется, появляется Blink, но вот этого проще не становится, тепларка уже 9000 на Творца, она больше, чем Лина, а мы отмечали, что больно-больно играть на линии против темпларки, нужно посмотреть, что будет собирать Ватсон, потому что для него игра становится очень сложной, он должен избежать Black Hollow, как-то защититься от темпларки, при этом всем еще есть глобал, то есть нужно и БКБ, и какой-то плейт-мейл, еще и позицию держать, на паре, кстати говоря, у нас на Фишмана, сюда перемещаются все игроки, и хорош фраг от Юраги, Юраги 2.0, у него есть Дизоль, ну и в принципе он уже понимает, что скоро пойдет в Рошана. Если мы найдем Кора, зайти и забрать Рошана, я думаю, так будет визе. Смог есть, да, Vision, ну не особо хороший Vision в чужом лесу сейчас, можно просто на чуечке подойти, там как раз кто-то качается, кто у нас там качается, там опять ЛЦ, да? Видят Лину, на варде, насколько я понимаю, и если сейчас убить ее, то это спокойно выхлажно. Нет, это вард, это вард команды Дайр, там, Рейдинг Варда нет, Рейдинг Варда вот на топе стоит. Все, все, прошу прощения. На Тобе видит, то Тобе можно убить. Тене Болонч, Безем прыгает Тобе. Не, фармящий ЛЦ, это, конечно, не туда вообще. ЛЦ должна наоборот с Блинком сейчас было куда-то побежать, какой-то фраг найти под Санстрайк, но эти комбинации мы вообще не видим пока. И сразу ту плавку идет забирать Рошана. Об этом должны знать, янтите, у них минимум есть Клок, есть Санстрайк, дистанционно можно проверять, но без ЛЦ драться там не пойдешь против Грифсов. Я думаю, в этом нет смысла, тем более есть Бэкхол, есть Глобал, Таргетка залетает, но надо отдавать, надо отдавать Айгис и поиграть еще, поиграть какое-то время вторым номером. Ну, слушай, все как получаеменько, ОГ ничего не придумывают. Сказал, что нужно нажать смок, нужно найти фраг. Фраг найден, смок прожали, соответственно, пошли, забрали Рошана. Есть Айгис, можно разгоняться дальше. Теперь нужно даже поджимать врага, потому что энтити уже понимают, что в топе играть сложно, свой львес они отдают, они перемещаются на бот и, наверное, будут как-то пытаться именно разыгрывать через бот мид, потому что мид нужно отпушивать, отпушивать будут, скорее всего, с амонами. Ну, единственная линия, которую они играют, это низ, ну, а на низу из ОГ, если кто-то и появится, то явно там будет не один герой. Ну, все равно сплетпушить нужно, никуда не денешься здесь, но ОГ надо забирать Р2, думаю. БКБ есть у Лины, посмотрим, попробуют ли заколить Ватс сейчас свою команду на какой-то тимфайт, даже против Айгис, не знаю, нужно это или не нужно, по ощущениям ОГ сейчас вразы сильнее. Блик появляется одновременно у Тини, у Темпларки и у Энигмы. Три блинка одновременно появилась в команде ОГ. Вот это инвестиции прошли. Так, ну, три блинка, мы сами понимаем, друзья, это же просто моментально им можно вскрыть любого героя, но ОГ, Энти должны еще опасаться больше своего соперника. Ну и выходит, да, оставили одного героя пушить, на топе остается Темпларка с Айгисом, она забирает аккуратно Тир-2, а команда уже стягивается в свой лес, и вот дуэль, ну, иллюзию Тоби, понятно. Закидывают еще и сверху Эволенштос, и под глобал, ну, валюки фрага, Тоби, Тоби, Тоби. Не, ЛЦ, да, это, конечно, геймруина, не пик. Не зря там, да, очень сильно сомневался в этом герое. Не сомневался, а скрин так и сказал, ерунда, это ваш драфт, все испортил. Ну, наверное, можно было найти поинтереснее персонажа. У Тоби есть пули героя, на которых можно сыграть проще и герой будет полезнее, но это ЛЦ, какой-то был план, план пока не реализовывается, в всяком случае. Ну, я не знаю, вообще всплывет ли это ЛЦ с экономикой в 6500, когда там у Энигмы 8600, а остальные еще и больше. Ну, как минимум, от Энигмы есть ауры, то есть, неважно, да, дает она Блэк Холл или нет, какой там от нее инпакт, она дает ауры команде. Очень приятно играть на Тимпларке, очень сложная игра для Энтити, потому что они должны стоять в позиции, должны контролить. Есть, то есть, комбинация Блэк Холл плюс как раз таки Глобал Сайленс, поэтому, в принципе, Диэм здесь может спокойно и разлетиться. Другое дело, что ему даже не нужно этого делать, потому что команда и так справляется. Оу-Джи ведут 14 на 6, да, 4000 преимущества, есть Аегис, но... О, сейчас прыгнет, смотри, ой, сейчас прыгнет. О, сейчас прыгнет, он Миша, Диэм, в идеальных кустах стоят. Там да, дабл дамедж. Безема, Безема, прыгнуть! Да, случилось худшот, поздно, Тинни, контр-инитирует, Санстрайк, это грифсы, Блэк Холл, ой-ой-ой-ой-ой-ой, поздно, уже слишком поздно. Ворованный Блэк Холл сбивается Реманта моментально, Глобик своровал, но толк от этого немного. Безем сразу типует, тут друг друга типует, О, Джи, выигранная драка, это была попытка Энтити все исправить, но они все лишь только усугубили. Потеряли Тр-2, потеряли трех героев и, скорее всего, тут игру будет спасти уже очень сложно. Какое-то сражение, да, но явно не такое. Не получилось зафокусить Войт Спирита, после этого вроде бы и своровали Блэк Холл, потому что Глобала не было, но при этом все, Блэк Холл был такой молоко. Можно было как будто бы его и оставить, но с другой стороны есть Глобал, то есть Рубик контриться получается с Альнисером в итоге в таком сетапе, что довольно интересно. Да уж. Ну, как-то вроде неплохо напрыгнули на BCM, но грифс опять, да, вот мы не учитываем то, что грифсы пробить сложно, урона не хватает, самстрайк вроде дали под эту дуэль, но без М с фулл ХП был, очередной смог, уже 8-ка отстаем, но все еще пытаемся как-то игру перевернуть, но это уже из разряда, но получится, окей, еще поиграем, не получится, ну ладно. Да, такой последней надежды, смог, выходит на Тим Пларк, у Тим Пларка все еще с Аегисом, убегает, идти не видит, но все понятно, все как на ладони, просто-напросто происходит, минус, клакверк, ну и... Прыгнул Тоби, пара прыгнул Тоби, а там глобал. Ну бежать, только бежать, нельзя разворачиваться, нужно просто бежать. Ага, безенгард, отставить бежать. Ой, промазал, промазал, ну ладно, сейчас бы еще кого-то потеряли, безысходность. Безысходность, реально безысходность, ничего не могу танцить. Я даже не знаю, есть ли смысл тут фармить, ну, наверное, есть, но вот фармить на легионке уже не получится, это очевидно. Ну, он выпал, да, он уже по импакту как саппорт, а может быть даже какой-то Тинни и поинтереснее смотрится, как саппорт, саленсер, так точно. Покачается еще, да, инвокер с медальском, покачается Лина, потому что, ну, умеет этот персонаж фармить, но очень трудно, сейчас любые выходы из базы, они будут вот так вот наказываться, у Шторм Штормера нет БКБ сейчас, его бьют, там телепорты какие-то, Ватсон пришел, правда, Ватсон пришел, хорошо, забирает он Мишу, ну, правда, Юраги теперь бьет Ватсона, больно, удары в спину, Тим Кларка ближе, ну, ты видел, какие больно, ну, это был, сделаем расчет, я не знаю, чего, чего здесь ждали, Энтити мы видим Тоби, Тоби опять-таки отправляется в таверну, ну, Фишман уже, в который раз улетает, ну, к нему вопросов нет, на Клакверху он играл, играл как мог, он подставлялся, он старался принимать на себя все косты, он влетал первый, но вот команды у него пока что на спиной, нет, 10 тысяч преимущественно в этой второй минуте, это уже сильно, я вот не уверен, стоит ли OG ждать второго Рошана, ну, как будто бы если играть по книжечке, то да, можно зафармить, можно встать в хорошие позиции, раздевардить, ну, то есть, если, конечно, будет такой момент, что им нужно будет подраться, они подерутся, на хайграунд такие, наверное, не стоят, ты берешь второй Рошан и ты спокойно одешь на рампу, ну, в принципе, вин кондишен прям понятный, а вот Энтити нужно что-то придумывать, что непонятно, смоки не работают, игра не идет, никто не играет доту. Все как-то, да, плохо получилось и с первых выпутов уже, которые мне были абсолютно никак и реализованы, соперник гангает лучше, результативнее, мы гангаем в никуда и вот периодически просто герои умирают. Ой, а здесь тосно не было? Произа так на себя, то бесерьезно, а инвокера спасти? Ну, опять с попыткой прыгнуть, кого дать дуэль, но если инвокер в таверне и под фокусом, он не может дать санстрайк, поэтому твоя дуэль тоже будет ни о чем. Ну да, даже непонятно, кого он здесь может убить с этой дуэлью, ну, может, специальный серый, то не факт. А если рядом с Нигмон, точно никого не убивает. Ну, вот и такая вот сама контракт получается. От Entity, да, ты берешь легионку, а от Уэри ты не можешь никак побеждать. Ну, и мы видим, что Сильвер ищет Юрагекс, кстати говоря, довольно интересное решение. Ну, в принципе, это дэмэдж, как раз-таки можно ловить вот таких вот шальных героев на сплите. По сути дела, он очень мобильный и, ну, дэмэдж, наверное, он достаточно, но сейчас его могут поймать на этом центре. И если его здесь поймают, возможно, какие-то шансы появятся, но они упрост-напросто уходят, а Юраги не поставляются. Ну, вот, казалось бы. Играется Юраги соперником, да, куда надежнее можно было купить там БКБшки и все остальное, артефакты, да, но он просто выбирает то, что по душе. Ну, потому что игра идет, игра прет, и соперник ничего не делает. У нас легкие киллы, легкие фраги, покупаем Сильвер. Бегаем и насилуем соперника по карте. 13-12 тысяч преимущества по счету 23-7. Тоби Лотус получает. Тоби так и остался на выигранный дуэль. А у Дием, конечно, Энигм красавчик. Грифсы, Блинк купил себе, Ограг, доделал БКБ уже. Экономика шикарная, КДА 2-0-11 безошибочная игра. Ну, вот вам просто для сравнения одна тройка и вторая тройка. Причем, Энигма на первой стадии была пикнута, да, вроде закрыли ее даже как-то ребята из Энсити. ЕЛЦ брали в 23-м, то есть, наоборот, герой должен получше был себя раскрыть. А на практике, ну, мы видим, разница между двумя оффлейнерами икс-2 просто. Икс-2, да, не знаю, там, когда на ноль помножаешь, по-моему, вообще разница никакой. Нет, ну, ладно, я пошутил на самом деле, какой-то никакой импакта есть, вроде бы, от легионки, но заметь, да, по-моему, КТООМи здесь психанул, он такой, да нету никакого приз-затак, я покупаю лот, сам выдастся снимать. На него какая-то ставка, конечно, делается, но сложно на Рубике своровать Блэк Холл, у тебя нет блинка, у тебя вряд ли будет позиция, потому что вас давят и находят Ватсона, но он прожимает БКП, не знаю, стоит ли здесь драться, ну, по всей мере, сейчас прыгнет, стоит, да, стоит, да, времен прыгнул, нормально, ага, ага, все, тишина, тишина в здании. Ну, он долго ждал, он такой прицелился, Блэйд Мэйл нажал, прайз-затак нажал, сейчас, ребят, вот сейчас, ба, он ждет, что сейчас, я не знаю, что должно произойти, чтобы он прыгнул. Например, друзья, можно дождаться бонуса 100% от нашего партнера Бэтбум, конкретно вам, кликайте на баннер по трансляции, забирайте 100% бонус на первый депозит при использовании промокода DPC. Ну да, тяжело, Рубик своровал Блэк Холл, вот, наверное, последний момент, с которым можно захватиться, сейчас появится Лина, появится Легионка, нажимаем, наверное, последний смок, используем Блэк Холл, нет глобала, сбить нечем, ну, я имею в виду, именно этой способностью сбить невозможно, будет, и попробуем кого-то убить. Ну да, просто мап контроль отсутствует у команды Энтити, еще, как они, еще бы они могли карту контролить, они постоянно умирают, они не могут найти пиков, их жмут, их давят, вышек нет, соответственно, они не могут знать, когда появится Рошан, не могут его подготовить, поэтому они принимают, наверное, единственное верное решение сыграть от Блэк Холла. Нажали Смок и побежали, поставили варды, все понятно, становится сразу для ОДЖИ, ОДЖИ сразу становится в позиционку, им, наверное, даже нет смысла сейчас что-то форсить, они встанут на своем хайграунде и будут ждать, когда враги появятся, все, что нужно сделать, это просто подождать. Так я не знаю, что Рубик-то с Блэк Холл своровал, и никуда в такие моменты всегда чувствует, она же понимает, когда там анимация проходит, так что Диэм закончил свою команду, ждем ребят под вардом, все, поставил свой вижен, ну, кстати, под Рошана, Black Hole, еще какое-то время у Рубика будет, но, брат, с другой стороны, глобал откатывается уже у Саленсера, поэтому Миша тоже будет готов сбить, если что, если первый не подставится. Ждем, до 15к отставай на 28-й, камбэкать такой нереально трудно, нужно где-то два таких прям идеальных тимфайта для Энти, да, с убийством соперника. Да, ну и 8-0 у Юраги, ну, то есть, на самом деле, мы видели 0% винрейс на той самой Тимпларке, но проблема-то не в ней, он играет круто, он играет хорошо, на Тимпларке он сделал в данной ситуации, в данной игре просто-напросто все чуть ли не идеально, ну и давайте смотрим, появился Рошан, есть маячки, стоит как раз-таки трапа, и Тоби в позиции, Тоби ждет. Его здесь не видно, кстати, ни с внешней стороны, ни с внутренней, это такая нычка специальная, в которую, ну, обнаружить герой может только здесь там пройти. Но ему нельзя двигаться, потому что, если он встанет на трапу, это проблема. Так, Форс Спирита сейчас дадут информацию, ну, влетать первым тоже опасно, команда не поддержит. Надо как-то развести с Алицера на глобал и после этого дуэль, ну, других вариантов просто нет. А еще ведь, я так понимаю, OG просто готовы подождать, когда сползстил закончится у Робика. Конечно. Но еще есть дабл-дамэдж бота, которым никто не знает, но эта руна может как-то повлиять. Не видно, не видно было, не видно в Тоби, зачем ушел, не видно было, не видно. Там не видно, там когда такие косты юзаешь и из Рошана в Рошана прыгаешь, не видно. Если проходишь по дорожечке, тогда тебя видно становится. Ну, окей. Сломали ворды, забрали позицию и OG не торопятся. Они не верят максимально правильно. Как это делать нужно? Кстати говоря, почти Шива у Войт Спирита. Шива снимет еще атакс пида, добавит дэмэджа. Ну и как их убивать? Вообще непонятно. Не хватает дэмэджа у Энтити. Ватсон, наверное, должен сделать здесь какое-то чудо. Дэмэдж от Юраги, ну и по всей видимости Фри Рошан. Я не знаю, стоит ли принимать драку или уже стоять на хайграунде. О, здесь еще и Блинк. Ну там 10 армора. Как драться против Тимп Парки непонятно. Ну, наверное, нужно стоять на базе. Уже все. Ты этого Рошана, видимо, отдаешь. Стоишь, зажимаешься на базе, ну и ждешь, что соперник как-то ошибется. Как-то подставится, прыгнет ли туда, сыграть можно попробовать от байбэков. Но OG, они зашли в Рашпит, увидели санстрайк и выжили. Как же они играют, на самом деле. Тайка, опа, здорово, Тоби. Его здесь видели. И просто, вот Бейтбэл, неважно, просто забирается про каста. Легкий килл, да, Тоби без байбэка. Но теперь же точно никак не подраться. Юраги спокойно будет бить Рошанов. Как его там спалили? Хороший вопрос. Но Тайка видел. Тайка 100% видел. Да, я все не понимаю, как, но, видимо, почувствовал. Может быть, может быть, там был вашик. Не, он прям спознательно прыгал соперника, то есть он не проверял, он прям прыгал, чтобы тоснуть. Нашли еще и Фишмана. Ну, у нас там и у Бизиэма, кстати говоря, 9-0, и у Юраги 9-0, а это говорит о многом, потому что получается, что Корф вы не закрыли. Корф идеальная игра. Играют они в сухую. Юраги хочет купить себе здесь Линкенсфера. Ну, видимо, против дуэли, в первую очередь, да? Ну, а с другой стороны, он ни разу не умирал. У него всегда Аегис. Можно и задуматься над другими шмоточками. Игра, конечно, прям в одну калиточку. 18 тысяч преимущества, второй Рошан 27 на 8. Тридцатая минута, но не торопятся. Блин, они, может быть, морально дают? Может быть, потому что впереди все-таки серию, нам доигрывать только первая карта, а соперника заставить погнать его в тиль, да, это было бы очень круто. Транштормер, блинкаут, то есть подавил очень хорошо. Но там, правда, безем есть. Невидимость, просветка. Ну, и там еще и трава. Да, жесткие, да, минус инвокер. Сразу выходит, там где-то в своем лицу ребята из Энтити пытаются поймать героя. Это, да, поймали с дуэль, да, выигранный дуэль. Ой-ой-ой-ой-ой. Подварцы нашли Дема здесь, который неаккуратно фармил вражеский лес. Ну да, Дем всю игру играл аккуратно, но, видимо, не раздевардили, поэтому он стал подвижным, но его сразу же наказали. Хоть что-то для Энтити, потому что нужно какие-то делать ответные фраги, и нужно эту карту затягивать, ну и, наверное, играть уже от хайграунда. Я что-то не верю, что там у инвокера блинк, как раз таки лин и блинк, что они могут принять драку в открытом поле. Они должны стоять далеко, они должны держать позицию, на саппортерах должны быть байбеки, и нужно ждать ошибки от OG, а OG пока что не ошибаются, и вряд ли будут. Настрой OG такой, что они хотят эту серию прям 2-0 закрыть, причем бесшансово. Надежно, да, надежно сыграть максимально. Ну, напоминаем, друзья, тут текущее турнирное положение OG. Стартовали они так себе, потом выиграли очень важный матч против Gaming Gladiators, закрыли The Bridge вот этот последним самым матчем, счет сделали 3-1, в случае победы будет 4-1, на 4 слота из региона статистика более чем замечательная, и там буквально одной победы будет хватать для того, чтобы 100% выйти на мажор. Поэтому здесь нужно не давать сопернику никаких шансов, потому что Entity это прямой конкурент. Если Entity в этой серии выигрывают, то OG с Entity сравниваются, и, ну, там мы понимаем, на переговорки дело пойдет. Вот такой вот интересный взрыв, кстати, очень больно там Тайги, Тайга летает, ну, нужно как-то его добрать, а добрать чем? Добрать нечего, просто Тайга уходит на своих двух, никто ему ничего больше, кроме того самого демэджа не выписал, ну, и поэтому спасибо, что хотя бы Тоби живет. 97 на 3. Ну, не дает шансов Entity, вообще не дают. Ну, 3% это на то, что Лина, Лина должна побеждать, но, как мы видим, если команда играет сильная против не самой там сильная, возможно, команда или не готовая на сегодняшний игровой день, то Лина не спасает. Нигма пытались, да, дважды с Линой не победили против Ликвы те же самые. Ходжи спокойно Лину отдают, берите, найдем чем контрить. Взяли идею от команды Ликвы, взяли Тэмпларку и тоже пока побеждают. И вроде бы Ватсон, ну, не сказать, что прям где-то сильно ошибался, он бегал на свой фарм. Увидел, увидел Тоби. Выдвигается Охотник, бежит, бежит, бежит. Есть трэпа, трэпа с Айленсом, да, с Айленсом очень больно Тоби, ну, что он может? Нажать Блэйд Мэйл может. Все, что он может, ну, побегать, выиграть чуть больше времени, но время не выиграл он буквально там 5 секунд, да, за это время. Я не думал, что команда что-то могла вообще нафармить. Интересно, он сам себе колел, чтобы взять ЛЦ? Ну, слушай, у него был 23-й, я уверен, что его никто не форсил. Зачем им вот форсить ЛЦ? Кто, кто, кто в здравом уме форсит ЛЦ? Фишман? Я не думаю. Митрим? Ну, вряд ли Митрим будет колить и мылся. Сложно сказать. Ой, еще и смотри, там Барка Нарслайн Бокер, Бокер Блинкаут, почувствовал, что-то шторм-штормер? Почувствовал. Нет, ну, кстати, шторм-штормер, он-от он чувствует, он и в прошлый раз ушел с Блинкаута, ну, понятное дело, что просто дэмиджи банально слишком много у команды OG, но в этой игре от шторм-штормера импакт чувствуется. Он как-то играл, он пытался, он пришел в бот, открыл бот. Неплохие шмоточки, у него вроде бы какие-то фраги есть, но этого прям не то, что недостаточно. Как будто бы нужно, чтобы у тебя было два инвокера, чтобы ты мог в эту игру поиграть. Ну да, мало иметь какую-то имбулину на керри, мало иметь 30-го уровня грандмастер инвокера в прямых руках. Надо, чтобы все игроки на своих позициях отрабатывали, когда у вас есть очевидная пропасть, а в оффлейне там не играющая ЛЦ, там сложно. Там штормер, пока мы будем нажимать, в него синициировали. Ну стоим, крепимся на базе, как там проигрывает 17 тысяч, пытаемся защититься от нападков соперника. Пока ни одной линии, кстати, не потеряли, ребята, извините, Юраги попытается эту проблему сейчас решить. Ломай топ. Так, как будем, будем Юраги прогонять, у меня Егис 30 секунд. 30 секунд нужно терпеть. Есть глиф, но как-то не хочется, хочется глиф нажать на пачку, а пачка еще далеко. Теряем вышечку, получается, да. Наконец-то, Аегиса прожимаем глиф, вышка падает, но заканчивается Аегис. OG, будут ли они пробовать? Вот еще вопрос. Ну они же прям максимально дисциплинированно играли, да? У нас первые 35 минут отойдут, отойдут. Ну чувствуется, что катка-то важная, да, что не хочется давать щамка. Никаких шансов не хочется оставить врагу. То есть, в принципе, если они сейчас как-то криво зайдут, они-то эту игру могут залить. Вот в чем отличие игры сейчас-то тимпларки, что если ты один раз ошибаешься, игра становится очень сложной. Если ты ошибаешься второй раз, ты эту игру, по-моему, практически всегда закидываешь. Тем более, билд, как мы видим, не самый надежный у Юраги. Он такой, немножко чизовый, я бы сказал. Ну, рефракшн спадает, подставляешься под ставны под атаки от Лины, ты не переживаешь. Лину там, типа, вообще никак. Поэтому, есть нюанс, да, есть, ну и OG это понимает прекрасно, да, пик, который требует блистательного исполнения, и пока то исполнение, что мы видим OG, можно назвать блистательным, не придерешься. Пока все четко. Давайте посмотрим, как команда опытная реализует свое преимущество. Причем, опять же, OG вообще пересмотрел свой взгляд в матче против команды OG, против Gaming Gladiators, Gaming Gladiators, когда тоже две карты Gaming Gladiators пыжились, пыжились, пытались задавить OG, настолько грамотно, по макро, дисциплинированно играли, чтобы карты камбэкнули. Ну, нечто подобное сегодня экзекреэйшн нам показали, да, тоже. Можно сопернику дать инициативу, но если у вас идея прочная, вера в эту идею есть, знаете там свои тайминги, знаете свои поверспайки, то вы спокойненько камбэкайте, нажав нужной кнопки. OG в этом же стиле пока переигрывает своих соперников и начинает прям жестко доминировать в регионе. Да, соглашусь, как раз таки мы видели, помнишь, Блит взяли Оегис, а преимущество не нарастили. OG выруто Оегис и преимущество просто-напросто умножается на глазах, да, то есть первое Оегис это плюс 10 тысяч, второе Оегис это еще 7 сверху, но пока что нету захода, самое главное, на рампу. Пушечки стоят, ну одно и нет, ладно, бараки стоят. Тоби все еще надеется, да, нужно вообще здесь какой-то кирасу где-то купить, а вот где ее взять непонятно, будет Блойд Мэйл на легионке, опция неплохая, но у Юраги уже линка. Хочет олепарду купить Тоби, да, затыкать там пларосатин, чтобы не дралась. ну идея проста, мы самое главное физ.дпс выключаем и Алина у нас как бы будет работать, ну если мы как-то ее от Блэквола защитим. Ну да, на линии прям нужен Скади, хочется больше сортов и самое главное, я хочу увидеть кирасу, вот для Entity нужно, нужно добрать кирасу, вообще еще и Шиву сверху не помешало бы купить, но вопрос, кто купит, непонятно, врывается Тайга с линькой, нападает на Рубика, но Тайга поставляется, Тайга больно, Тайгу нужно забрать, потом он еще живой, это плохой прыжок, Тинни погибает, есть дуэль Бизема, грифсы, санстрайк, это второй фраг, ой-ой-ой, куда это нас занесло, Тинни уже просто, Тайга я вижу, уже надоели они сидеть на этой базе, вылезайте давайте, трусы, ну и прыгнул в них и подарил 1400 голды, пожалуйста, линии, так, Ернар, сколько процентов шанс на камбэк, а ты даешь команде, давай, давай поговорим о процентах, 20 процентов, 20 процентов я готов дать, ты видишь вообще, нет, 29,11, 14к преимущество 38, но какие 20, серьезно? Ну да, почему нет, я думал, ты скажешь там типа процентов 5, там 8, нет, ну слушай, мы только что увидели одну ошибку, нервы сдают, это сами прыгнули, вот же они же могли не прыгать, конечно могли не прыгать, они скорее всего теперь они будут прыгать, мне будут дать рошана, но мы видим, что если OG ошибаются, они просто могут, но с другой стороны, я вообще не верю вот в такую легионку, мне кажется, что она здесь балластом идет, понятное дело, Лина вновь в сторону, инвокер вновь в сторону, но в 1 вот 1 black hole, нажмем global, и что делать, непонятно, а с другой стороны, мне просто вот, сама суть тимпарка сейчас, она немножко меня напрягает, потому что сколько я игр не видел, если игра затягивается, вот тимпарка, она как бы Sven, но даже похуже в лейте, потому что разводишь ее на важные кнопочки, она потом уже не всплывает. Да, смотреть, БКБ все-таки Юраги себе поставил, быстрый закуп, да, напоминает нам игру Паласа на снайпере, который тоже потом такой, ладно, что-то легко и не получилось, то есть надо БКБшку брать, чтобы выиграть эту карту, так и быть, вынуждает соперники, понимаешь, играет в доту, все-таки хотят выиграть, ладно, я куплю БКБ, так же быть, и буду играть тоже с вами, ребят, ну и выходят с базы, Энти начинают контролить карту, ставят вард, ну, наверное, ну, я на месте Энти все-таки бы принимал драку на следующем Рошане, потому что, ну, отдавать третий уже как-то, ну, 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 типа, тут даже рефрешер Энигми, да, или там Саленсеру какому-нибудь, ну, совсем грустно будет, конечно, конечно, тебя даже сквозь БКБ к Саленсу вторым накроют, что ты будешь делать, ладно, что он в Торме показывает, я купил себе Хекс, ну, более того, там, Ватсон Скадди купил, то показывает прекрасную анимацию, сборка крутая, сборка хорошая, асалки раз себе ставят быстро заку, после была бы Кераса, был бы идеальный билд, но, до Кераса еще нужно дожить, а чтобы дожить до Кераса, нужно выиграть еще один тимфайт, а чтобы выиграть еще один тимфайт, нужна еще одна ошибка от команды OG, вот и смотрим, будут ли OG у нас ошибаться, там вард такой глубокий стоит, ой-ой-ой-ой, смотри, Юрраги видит, Мишу видит, Миша Сентрик поставил, Сентриком вард не нашел, куча информации есть у команды Entity, знает, куда смещаются два героя соперника, а там играет еще и тайга, если как-то перехватить сейчас, а если как-то выкрутиться, как-то вот поймать соперника на ошибке, и Фишман со Шторштормером уже, кажется, пытаются что-то такое придумать, но они видели всех героев, все по этому варду пробежали, все пять персонажей OG пробежали по этому варду, вся информация у команды Entity есть, как ей воспользоваться, вот в чем вопрос, непонятно, прожимают смог, так, и, ну, если на топе драка, то есть 5-5, это в лобовая, они стоят на хг, поставили вард, ждут соперника, соперник идет по периметру карты максимально аккуратно, инвокер купил себе шарт, под свой вард играет OG, который поставили на периметре карты, Force Spirit и выходит, ренанты защитные ставят OG, позиция, кстати, для забора Рошана у Entity сейчас получше, но Рошан просто не появился, 6 секунд, там очень большой таймер сработал, отпушивается верхняя линия, закидываются с пылы, треппа стоит как раз таки на Рошане, у Теплара Ассина, у Entity там ракетки, если прочекать, и Рошан появился. Интересное состояние, не типичное, очень интересно, совсем в других местах стоят игроки, как будто бы, но OG придумали такой план, чтобы зайти сверху, то есть толкать пачку, чтобы противник стягивался, потому что Т-3 вышки нет, ну и понятное дело, кто-то должен будет дефать, а Entity такие, ну у нас есть форжи, мы тоже можем спамить, мы стоим в позиции под вардом, и мы вас ждем, ребятки, заходите. Это в ракетке, там безема можно поймать, на ракетке безем, ну как опасно, кекс, кекс, и Телекинез, а дальше продолжить, фейтбол дал, санстрайк не туда, обломались, Безем прыгает, Телекинез получает, ну и доджицы, Глейпнир еще, и Диэп просто прыгает под глобал, дает блэкхолл в инвокеры, нет шансов на спасение, Бацан перебивает, Диэм и не перебил, добить, добил, теперь Тинни, как же больно от фаску, снова Юлы, выигрывать время, Топи, Топи, Топи нужен импах, пробок сработал, Топи жив, Топи живее всех живых, Тинни байбекается, инвокер байбек нажимать не хочет, погибает Клокер, Глокер на байбеке, Катаоми, Лоу ХП, Ремн отлучает, Глейпнир на этот раз по двум героям, пробивает от того, это Миша, Телекинез дальше по Безему, Безем, приедет резонанс в пуль, забит соперника, диссимилейт, кого прыгнет, чуть в Топи не добил, на самом деле прыгал бы в Топи, могли бы шансы быть, отпрыгивает Безем в сторону, уходит через блин, неплохо сыграно, здесь Тонштормер после байбека также прыгает, дает прокат, забирать будут Тини, Тайка в таверне, друзья, Энтити получает доступ к Рошану, имея численное большинство, да, потратил в байбеке, но при этом выбивайте байбек соперника, и все-таки неплохо проведя драку, не знаю, что сделал там Тоби в драке, но мы видим, что 7673 урона раздает здесь Ватсон, хорош, братюня, потому что реально всю драку он бил, он бил, он бил одного, он бил второго, он бил третьего, он бил четвертого, есть байбек и это Рошан, а это те самые 20%, а может все-таки надо было 35, какернар, а маловато дал может, а? Так, ну здесь плохо синициировали на самом деле, и Шторм Штормера ничего не оставалось, вот эта комбинация Black Call Global не спасти, да, никак инвокера, да, байбек был, да, байбек был, счет байбек инвокер пришел, потом помог, конечно, но энтити могли, если бы сразу напали, вот да, на Сарарского героя, на Бизема, могли бы, как и в полную штрафу провести, но и так в целом, получив рефрешер, Аегис, Сыр, а самое главное, не отдав эти, айтемы сопернику, оказывается плюсик. Ну слушай, смотри, дуэль имеется, да, Тоби не давал дуэль, то есть в принципе, здесь наверное еще кого-то можно было бы добрать, я не знаю, чем он там в драке делал, но так как у него здоровье нет, наверное, с кем-то дрался, при этом всем была еще и дуэль, то есть можно было здесь в теории бы добрать и Тимпарку, или хотя бы Вод Спирита, но что есть, то есть, есть Аегис у команды Энтити, Аегис дали как раз таки шторм штормеру, ну и Ватсон довольствуется, наверное, сыром, по всей видимости, а что у нас в итоге с Аегиса рефрешер был? Кому дали? Инвокеру. И Аегис ему дали, но он после байбеков. Звучит логично. Ну два ПКБ, два раскаста, два хикса все-таки, но это очень много, это очень много, это надо инвокеру отдать, Ватсон и так сам себе боец, добраться до него пока не могут, но наверное в следующий раз просто надо прыгать в Ватсон, давать Блэкхол и Глобал, ну и посмотреть, что из этого получится. Ну а что по шансикам-то в итоге? Слушай, они 40 на 60. Ну тут 18 на 80, вот теперь, к значению 20 процентов, да, движется. Хорошо, посмотрим еще 10 минут. А сколько ты сейчас им дашь? Ну не то-то плюс, а ты. Было 20, вот сейчас уже получше ситуацию стало? Ну я бы дал 35. 5? Но все равно, они проигрывают по карте, они проигрывают по золоту довольно сильно, все равно я вижу, что у Энигмы больше, Энигма хорошо заходит в лейд, ну и понятное дело, что появляются шмоточки хорошие у Лины и у Инвокера, что в принципе меня устраивает, потому что эти герои, наверное, неплохие все-таки в Темпларку, особенно когда игра затягивается. Но, опять-таки, мы видим, что, ну, наверное, OG просто где-то себя немножко перекрутили. Слушай, а вот надо ли OG идти без двух байбэков, соперника Баеги с фрифрешера, это того стоит, трудит блокер, синициировали так себе, бьют Тинни, Блэкхол, вот он в Лину, вот все в Лину, бласты, не-не-не-не, там БКБ, там будет рефрешер, Ватсон БКБ, и Ватсон, Ватсон пробует забрать еще раз, забирают сурки просто, байбэка нет. Саленсер выкупился, Штопер забирают первый раз, Штопер, ну, не знаю, сможет и перекрутить что-то, а, где Блэкхол остался? Оооо, блинкаун, Штопер, Штопер, Грандмастер, нажал кнопки, ушел, Блэкхол второй задоджил, но драк все равно проиграна, драк все равно проиграна, они убили одного героя Саленсера, выбили байбэк, Тоби, ну ты-то как не ушел, тебе сыр даже дали, ну, Тоби, 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 не хватает, очень не хватает оффлейнера, команде 11, чтобы камбэкать по-настоящему, Лина погибла, сколько там не хватало? 400 голды на байбэк не хватало, ну, я имею ввиду, знаешь, впитать первый Блэкхол, нажать байбэк, подраться, как они прошлую драку выиграли, но нет, даже с Аегисом, даже с Циром, даже с рефрешером, Олджи, драку выигрывают у соперника, поднимается на ХГ, выбивает байбэк с Рубика, Тайга прыгнул, хотя Сайн Цир, Тайга опять ошибается, и прыжками его ловят, здорово работает Катаоми, кстати, Тоби такой, за дуэлю сделаю байбэк, ага, ты же тебе, а не дуэль, и сыр съел, жить, лотос, а? Тоби, ловнул, пытается, что-то, что-то, как-то, да, кнопочки понажимает свои, но не хватает, не хватает ему помощи здесь, Легионка погибает после байя, дуэль так и не дав, отвратительная игра Тоби, конечно, прям не хватает оффлейнер команды Энси, но неплохо, да, шансы на камбэк были, сейчас они теряют две линии, преимущество возвращает со своей Олджи, просто невероятной в 20к, а добили лимит, по-моему, там еще стоят два раки, но нужно добирать, потому что Лина еще 15 секунд, у них нет байбэка, инвокер без БКБ, хочу отметить хорошую игру на инвокере, он, кстати говоря, прям круто доджи с пылой, вот влетает Тинни, дает как раз гречку, а он из нее догируется, вылетает, войс ставит реминант, он прожимает БКБ, юзает какие-то косты, забирает Тинни, ну, шторшторминг потеет, видно, что инвокер сигнатурный, но я не вижу, что Легионка сигнатурный, я вижу, не сигнатурный, ой, не сигнатурный, у Тоби игры вообще нет, и не сказать, что слишком сложная игра вначале была, а это вот как раз не получалось, как будто бы фишману нужно теперь держать позицию, понимает OG, что нужно фокусить не инвокера, а Лину, даем Блэкхолл, убиваем Лину, ну и соответственно, выглядит как геймвин ситуация, при этом всем вроде как есть Рубик, но Линька у Энигмы, на самом деле все портит, поэтому остается единственный вариант, чтобы бедолага Клаквер, да, смог как-то сбить Блэкхолл, понятное дело, что потом будет рефрешер, и второй, но, возможно, знаешь, в эту секунду как-то сможет Ватсон выковыриться, выйти, взять позицию, но, если честно, в это слабо верится, нету топа, на миде мы видим ранжевый барак забрали, опять-таки ситуация усугубляется, 24 тысячи преимущества, ну, ситуация, опять-таки, для OG, как и на всей карте, выигрышная, да, единственное, что вот мы смотрим по состоянию байбэка, что байбэк только у одного героя, и это темпан, ну, если как-то на своей базе отбиться, убить соперника, там, поймать моменты в отсутствии байбэка, потом обойти, что-то сломается, ну, такой, да, шанс не высок, мне нравится, знаешь, что я бы хотел сказать, то, что мне нравится, что к концу DPC этого сезона, ребята из первых дивизионов, обнаружили несколько возможностей, как контрить Лину, спокойно уже готовы ее отдавать, и вот такие герои стройки, как Enigma, которые обладают контролем сквозь БКБ, Magnus, который контрил в нескольких матчах, я тоже видел Лину в лейтовую, это реально работает против Лины, поэтому, если вы даете Лину, берете вот такого персонажа, с контролем сквозь БКБ, в лейте, потом играть становится чуть проще. Соглашусь, но с другой стороны мы видим катку, которая длится 47 минут, то есть, в моем понимании, когда ты, вот прям, законтрил героя, да, ну, соответственно, ты ему прям шансов не оставил, и довольно легко закончил, но с другой стороны мы видим, что, в принципе, здесь, наверное, все благодаря инвокеру, он дает хорошие прокасты, он играет, он играется, он дает свои шансы, команде, шансы на победу, на камбэк, по крайней мере, но у нас, на самом деле, ситуация очень печальная, даже я не знаю, ну, наверняка бы нам аналитики посоветовали, если ты боишься Enigma, напади на нее первый, и убей, все, все, что нужно сделать, это просто, простой совет, очень простой совет, найти и уничтожить DM, ну, посмотрим, как с этим справиться, потому что, у нее линька, Тоби уже, наверное, не сможет прыгнуть, но нужно, по крайней мере, сбитеньку, нажать дуэль, и, вроде как, можно будет зафокусить, я не знаю, то есть, он даст дуэль в Enigma, я не уверен, что он дуэль сам переживет, сейчас уже, то есть, мне кажется, такого бы он дуэль не дал, там все драки 5 в 5, просто бросится там Пларка, сделать пару ударов сквозь Блэйдмэл, ей будет абсолютно плевать вообще, так, ну что, снизу какой-то сетап нет, Двард стоит, сейчас Дивард идут, попробует поймать на этом Дивард, и Безья, первый, тридцированный, прыгнул, инбокер, что, 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 это Блэкхолл, без шансов, растоптали, Руби, глобал сверху, вот он Тоби, тоже ни одна кнопки не нажал, минус 3, попытка не пытка, решили под Бард сыграть, но первыми синициировали О'Джим, и, Безьем идет дальше, он поймал, но Рем, он как-то, как он здесь поймал, Вазный Блэкхол, второе Диема, фатальным будет для Эндити, все героев они теряют, только один Бард обладает байбэком, другие герои байбэка нет, типа, Дием, он там Безьем класс сыграл, как он Рем, он там поймал, классно, да вообще, на отходе Лины, Лина байбэкается, ну и что он тут одна сделает, не знаю, ну байбэкнулся, как будто бы просто для того, чтобы прописать джи-джи, Юраги 17-0-14, ну вот это я понимаю, 24-й пик, сильно, сильно, закрывающий получается, ну пошли байбэки, до конца будут играть здесь Эндити, ну в принципе ничего не остается, кроме как попробовать, а шанс какие-то никакие не имеется, потому что все-таки, Блэков-то больше нет, ну и давайте смотреть, есть ли это инвокера, БКБ нужно нажать, очень больно, форста, БКБ КД, видимо, инвокер лопается после пая, а вот теперь Гудгейм Валплейт, соглашается с поражением, 1-0, друзья, OG забирают первую карту, ну не сказать, что суперсложно было, разочек они ошиблись, конечно, дали возможность там, инстит выиграть драку, и за Рошад даже где-то попытаться поворотиться, но в целом, если суммировать всю картину карты, как все происходило, то, пожалуй, OG сыграли просто лучше, сильнее. Ну, выглядит так, как будто бы OG сыграли практически идеально, то есть, все было сделано круто, и по драфту, и по игре, в итоге мы видим даже не самые такие, знаешь, надежные айтемы, артефакты были куплены, но при этом всем, они просто это не видели тем, что они задоминировали, забрали себе Рошанов, и разыграли Тимпуарку, ну, наверное, вот как ее нужно разыгрывать, ни единого шанса, как будто практически и не было, у Энтити, ну, нормально, мне понравилось то, что Энтити подольше поиграли, сразу не сдавались, потому что раскликали, старая карта, возможно, из-за этого будет поинтереснее, надеюсь, проснется Тоби, друзья, но случится это или нет, узнаем на карте по номерам...